КАМАЗ УЛАН Первый кроссовер от производителя КАМАЗ Друзья, ссылку на источник оставляю в описании под этим видео Вам говорю, интересная фишка, мне по крайней мере понравилась Смотрим Все привыкли обычно, что КАМАЗы это большие габаритные грузовики Но компания решила выпустить свой первый кроссовер КАМАЗ УЛАН Думаю, это очень хороший шаг для автомобилестроения Вообще компания выпускает разную технику Такую, например, как автобусы, электробусы, водоробусы, тракторы То есть, я по себе думаю, что они пытаются все-таки нащупать свою определенную нишу Это нелегко Тому, кто смеется, он зря улыбается Потому что КАМАЗ, в принципе, я считаю, неплохой производитель Потому что машина грамотная Поэтому идея кроссовера это интересная идея от компании КАМАЗ Существует, как мы знаем, после санкции импортозамещение То есть, создают свои аналоги взамен импортным И, судя по слухам, КАМАЗ тоже участвует в импортозамещении Ведь они представили свой кроссовер, конечно же, с помощью китайцев Но все же, ведь раньше КАМАЗ выпускал только грузовые авто А теперь пробует, пробует, нащупывает, как я сказал, свою нишу Поэтому я уверенно скажу, что КАМАЗ Улан планирует производить Это уж точно, я вас уверяю В ограниченной серии То есть, большого разбега ждать не надо Итак, друзья КАМАЗ Улан Автомобиль среднего размера Длина 4000 почти 700 мм 1850 ширина 1722 высота Под капотом полторалитровый надувной двигатель Дальше Он будет представлен двумя вариантами 150 и 190 лошадок Семискоростная коробка передач Которая, судя по тест-драйвам Обеспечивает хороший, неплохой, быстрый набор скорости Также автомобиль выдает неплохой, высокий, крутящий момент Многие скажут, а как же цена? Конечно, это интересная фишка По известным данным, цена данного автомобиля будет составлять От 1,2 до почти, скажем, грубо полтора миллиона рублей за штуку Хорошая цена, на мой взгляд, я думаю, неплохая Ведь в данной машине будут присутствовать, как минимум, китайские технологии Внутри автомобиль будет оснащен сенсорной панелью Виртуальным кластером приборов и многим прочим Также он оснащен климатическим оборудованием Системой скоростного контроля и другими неплохими ноу-хау, я бы сказал, новинками Также известно, что транспорт будет поддерживать систему 5G Это круто На мой взгляд, автомобиль подойдет для нормальной, спокойной езды И будет абсолютно комфортным для поездок Если, конечно же, его выпустят И вот тут возникает вопрос Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!